ну чего Эврика чего брутал аминки от Леврона честно говоря аминки от Леврона не очень там говядина вконтакте если увижу нет у меня настоящих друзей не Тесанов да знаю кто такой а че сразу Баран то я вот тебя не видел может ты тоже мудачина редкостная я думаю это вся хуйня Михаил аминки состоят из аминокислот аминокислоты блять это составляющая белка если они там пишут блять что у них там да абсолютно серьезно если они там пишут что у них чикин амино ну хуй знает хуй знает все может быть почему нет кто ты борода то чудовище а ты шо поляк вы там аватарки то свои ставьте блять а то вас не видно может вы вообще уебище капельницы не по рецепту и да я ставил блять ну с покемонами еще такой вопрос и в бан полетишь так все ребят сейчас про Шреддера еще один вопрос тоже в бан полетит сразу видно что совсем что-то вы не отсюда сосочек показать Стас у меня к тебе предложение иди нахуй отсюда долбоеб смотрите ребят Стас полетел чушь аминосол я без рецепта покупал а че вы не попрощались со Стасом Стас уже улетел ты хочешь меня трахнуть блять у тебя какой-то аватар говно ты чмо какое-то по-моему пока Анапа нет не ставлю я в настроении просто блять про Шреддера ты уже блять ну как бы это не актуалочка уже все обсуждалось с Валерой общаюсь ну ты кстати такой не один у кого я уже как член СВИ у меня все пиздато с рейтингом понимаешь блять ты даже не представляешь насколько почему я должен фильтровать речь потому что ко мне зашел какой-то левый пассажир и говорит мне как я должен разговаривать с твоими постоянными подписчиками кто ты дядя пошел про капельницу чего ответить я же тебе уже все ответил про капельницу не понимаю я говорю я их не ставлю сейчас ну нифига себе ну передавай привет ей тогда три раза в неделю а чаще у тебя и не получится это довольно проблематично ебать какой удар нахуй ты че дебил блять рыба рыба заходит блять спрашиваешь сколько килограмм удар блять ставил почему нет по пол литра там же пол литра больше ничего не нужно аспирина хватит многоповторный тренинг не помню этого я не помню какая инфузия зачем тебе такие детали скольки процентная инфузия если ты хочешь внутривенные аминки себе вливать ну так иди купи пол литровую бутыль да и все там не принципиально сколько процентов ну конечно связка многоповтор как ты хочешь восстанавливаться еще силовуху сразу ебануть когда у тебя связки пришили интересная методика ты меня спросил я тебе ответил если у тебя есть идеи получше попробуй сегодня долбоебов просто блять я не знаю как мухи на говно видимо говно сегодня я почему гостюнин живу я на airlines блять было бы круто если бы у меня были свои авиалинии я был бы очень богатый знаете да как этот как же его фамилия этого английского миллиардера который авиакомпании брэнсон да по моему знаете брэнсон вы слышали такого миллиардера американского американского английского вот он же короче да ричард брэнсон но в свое время короче ну начинал же совсем по смешному открывал магазин пластинок зачем мне Ирина Ирис да я знаю кто такая Ирина Ирис вот короче открывал магазин пластинок потом у него не по каналу он там влез весь в долги короче я просто к тому сейчас про авиакомпанию вам расскажу история же интересная реально он такой чувак безбашенный и короче он же был весь в долгах у него была куча магазинов короче с этими пластинками и он блять обанкротился а магазинов была куча и он короче банкиры говорят чувак денег давай возвращай банком вот а должен он был приличен на тот момент он был 20 небольшим лет короче и он понабирал короче денег в долги блять миллион долларов миллион долларов ребят ну не доллары эти фунты фунты стерлинги это еще больше короче вот и блять ему говорят деньги возвращай а он говорит а у меня денег нет это он сам рассказывал историю про него фильм я смотрел очень интересный он говорит а у меня денег нет они говорят а мы заберем у тебя все ну как банки же мы заберем у тебя все заберем у тебя квартиру заберем у твоих родственников все что есть заберем у тебя ботинки даже будешь босиком ходить а он говорит да идите вы нахуй у меня к вам предложение получше они говорят а какое он говорит дайте мне еще 15 миллионов теперь представьте в России такое ну вот короче в итоге знаете чем закончилось ну Рокфеллер и Ротшильд это другой уровень полета там совсем неинтересно если честно там это не модель построения бизнеса совсем не модель это модель захвата мира это другая хуйня вот это мне неинтересно вот короче да они были еще до того как войны все были ты чего Граф ладно давайте дальше короче ему в итоге дают 15 миллионов да вы знаете он блять открывается расширяется а потом он решает блять что это все хуйня он решает блять теперь я займусь продюсер продюсированием Ирина Ирис профи спорта это шутка блять это шутка наверное смешно я посмеялся короче рассказываю дальше решает чувак спродюсировать группу я не помню эту группу но она в итоге стала блять мировым бестселлером эта пластинка платиной разошлась и вся хуйня короче вот а он вложился короче в них и заработал ту его хучу короче миллионов ну там было сотни с чем-то там короче очень много денег он поднял вот на этом продюсерком центре естественно отдал все долги банкам вот и потом еще на эти деньги короче что он решил он решил еще попродюсировать но у него нихуя не проканало фигура свой покажи слушай братан но вот и в итоге блять он не долго думая решает короче открыть авиакомпанию слышали да дальше там тема как развивался дальше это было самое же интересное блять вот он короче решает открыть авиакомпанию денег у него там было то ли 150 миллионов ну что-то такое и он решает короче вкладывать короче все эти бабки в авиакомпанию ему говорят чувак блять куда ты лезешь куда ты нахуй лезешь блять там на рынке одна компания блять в Англии это British Airways блять как ты собираешься тягаться с компанией у которой блять в авиапарке там десятки самолетов и эти авиарейсы там в хуй знаю там в 100 точек мира короче он говорит не ебет у меня все получится такой блять конечно авантюрист я смотрел в захлеб этот фильм ну знаете что короче он делает денег хватает на то чтобы организовать саму авиакомпанию но ее не хватает даже на то чтобы закупить самолет вы же понимаете что самолет блять пассажирский Boeing межконтинентальный мне сейчас делать нехуй каждому передавать приветы Virgin Atlantic называется авиакомпания его вот фильм Ричард Брэнсон а там уж найдете да и он едет на компанию Boeing прям туда блять и договаривается с ними короче на аренду на год самолета платит за это очень большие естественно бабки короче и арендует себе самолет блять раскрашивает его весь ярко и сам начинает обслуживать ну у него всего один авиарейс какой-то трансконтинентальный и больше нихуя ну один самолет а что вы хотите и он естественно долго думал как это все дело раскручивать короче думал 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 в итоге у него на борту короче стюардессы блять делали людям маникюры педикюры он лично сам обслуживал короче клиентов вот но естественно этого не хватило с бритишей аирвейсом бороться и дело уже началось к тому что он пошел ко дну но он сказал нихуя меня не ебет у меня все получится знаете что сделал да историю не знаете он короче решил блять совершить перелет на воздушном шаре через тихий океан короче сам с человеком который управлял этим шаром профессионально блять это был почти просто безбашенный поступок потому что вы же понимаете там блять в случае чего ты просто падаешь в океан блять и хуй тебя кто оттуда достанет вот в итоге короче он берет этот шар опять же раскрашенный весь Virgin Атлантик у него он летит естественно это все освещают во всех прессах что Ричард Брэнсон сам короче полетел вы можете себе представить хоть одного нашего олигарха такого который сам вот так раскручивал бизнес короче чтобы вот так вот он все придумывал чтобы он не захватил не спиздил блять не наебал блять а чтобы он сам вот так вот короче выдумывал да ага ну вот короче в итоге он летит короче через океан ну тебе Тинькофф он дровень Брэнсону что ли ну ты что-то сравниваешь как-то несравнимый уровень полета разный так вот короче в итоге блять его шар падает ребят его шар падает он начинает тонуть его кое-как спасают блять естественно и всю эту короче операцию по его спасению ее снимают естественно и показывают в прямом эфире по всем британским каналам вот ну и естественно после такого блять мероприятия короче после такого мероприятия Ричард Брэнсон его Virgin Atlantic блять становится популярным просто пилот этого я кстати не знал что пилот погиб видишь там все было серьезно а не в шуточку короче вот естественно блять после этого становится известно блять на всю страну и у него блять начинается приток денег все хотят короче летать Virgin Atlantic но на этом дело же не заканчивается блять естественно этого тоже не хватило и там когда была какая-то операция блять откуда же вы заходите дебилы когда была значит какая-то операция по спасению каких-то там заложников где значит ну там на правительственном уровне решали вопрос об освобождении каких-то там журналистов короче он лично с этим самолетом полетел чтобы этих заложников короче оттуда на своем самолете типа вывезти они опять же это все показывали ну то есть медийная составляющая он вписывался конечно в такие блять серьезные авантюры где он мог бы как бы блять и не улететь оттуда ну вот ну соответственно все это блять ему везло все это у него охуенно получилось он стал национальный герой спас там заложников там на шаре полетал короче все пиздато стало с его Virgin Atlantic но в один прекрасный момент блять он заебал очень сильно British Airways конкуренции в итоге British Airways решили блять его в переносном смысле потопить они начали копать на него компроматы нашли то что он держит какой-то клуб в котором тусуются геи начали короче соответственно копать нашли что там якобы торгуют наркотой якобы владелец авиакомпании торговец наркотой ну всякие подлоги в итоге он эту хуйню к нему пришел журналист для того чтобы что-то там у него вытащить какую-то инфу он поговорил по душам с этим журналистом короче и в итоге блять журналиста как это называется перья перевербовал журналист слил ему всю инфу и в итоге блять он подал иск на бритиш airways на 400 тысяч фунтов стерлингов фбр не прикрыли нет фбр нельзя прикрыть это же фбр фби мафак вот и короче это закончился тем что он выдал иск компании бритиш airways за клевету короче предъявил им то что у него есть материал где они с журналистом договариваются о том чтобы он у него выудил какую то левую хуйню под предлогом вот подает на них суд отсуживает у них 400 тысяч евро за клевету гендиректор бритиш airways блять уходит по собственному желанию который должен был его потопить уходит по собственному желанию короче в итоге на пенсию и после этого блять ричард брэнсон по серьезному входит в авиалинии блять рассчитывается с боингом и блять становится полноценным авиаперевозчиком с трансконтинентальными блять перелетами в много много точек мира и парк его самолетов там начинает расти с ебейшими скоростями да 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 и про пластинки я рассказал тоже до пластинок еще он студенческую газету там эту газету журнал начал выпускать короче в общем мораль ребята такая что видите как бизнес у талантливых людей он у них он у них строится блять но это всегда во первых авантюра очень большая во вторых риск а в третьих ну блять это еще надо быть еще каким везунчиком так что то что сейчас там у него и сотовая связь которую он продал и блять на эти деньги купил часть нахуй на этой медийной блять компании телевизионных компаний скупил себе в Англии блять ну короче сильный дядька очень сильный дядька таких людей единицы блять рождаются поэтому но посмотреть историю конечно интересно и мужик он такой видно блять с мозгами что-то у меня каждый день короче в мой перископ заходит какой-нибудь Мухаммад обязательно я не могу понять это блять имя нахуй у них такое же частое как у нас Иван что-ли блять что не день то у меня в перископе Мухаммад что за пиздец вообще Мухаммад да Мухаммад Мухаммад 87 Мухаммад 93 Мухаммад такой Мухаммад сякой Зильберберг это пиздец я так ржал это блять очень смешно ну Иван вообще ты думал ты один такой а ты не один блять сейчас надо опять жрать ебать как меня потеть достало а ну да они принимали меня за своего и слушали все время а тут я бороду побрил и они поняли что я не Мухаммад нихуя а до этого ежедневный вопрос в моих трансляциях а ты кто по нации я я со своим встречал а твое я не услышал что там ты кто по нации слышь ты по жизни чем занимаешься ты занимаешься по жизни чем ты вообще кто блять пиздец такие братаны заходят а на днях тут заглянул вы видели да свободу ворам ворам свободу я под найсом сижу саммер сижу под найсом и у меня блять такое ощущение я нихуя не чувствую он же боль снимает ворам мусорами мусорами нет зачем святослав ты смотришь какую-то смотри меня как как я спать собираю охуево знаю мусорами 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 главно чтобы тебе нравилось танцевать танец это вообще хорошо в танце люди самовыражаются в танце люди расслабляются как зачем пил кальянщик бармен ништяк работа ебануться прикольная можно конечно можно переводить деньги на мою карту сбера ну я же это у меня батарейка не может вечно работать я же вам еще 30 минут назад сказал что скоро батарейка сядет блять хочу кока-колу лайт подвальной качалке да надо было кого-нибудь лучше в рот ебать а не тренером работать не знаю я не использую услуги такие молочка и спать ты че мне еще куру сожрать с рисом а потом еще рыбу вот так то с богойной ночи на Украине люблю лесгинку а ты наверное в том городе где Саакашвили губернатор он научил вас всех танцевать лесгинку и жевать свой галстук о ребят вопросы пошли из сектора 300 сколько приемов пищи от ворог а как на варенье относишься с детской смеси с детской смеси спишь охуенно а я не добивал ни разу ни разу не добивал детскую смесь это это губернатор зашел нихуя крутая тень валероны смотрят все да умеют драться я разбегаюсь и бью головой в яйца с разбегу давай еще взвесим мой удар это будет второй логичный вопрос сколько удар килограмм братан чё как нормуль чё почему ты выплюнул рыбу я-то чё чё я-то чё чё-то вы лайкаете сегодня как-то жиденько блять какие-то жидкие лайковщики блять ядрик ты стрёмный сказал блять человек который на аватарке вообще какая-то невменяемая хуйня ты себя-то покажи уебище вот так вот давай налайкай меня полностью понятия не имею а лаврентий у тебя просто буйная фантазия да ничего константин говняные лайки это хорошо ну что вы что вы ребята я уже просто блять от скромности сейчас заплачу попадешь попадешь если бы каждый лайк стоил 2 рубля вы бы меня разорили чувство надо будет мыть сейчас эти мокрые блять пизданусь уже даже ноги потеют а мне насчет сбера тогда это мне нравится да я не знаю про творог с бананом блять что ты пристал ко мне хуярь с какими родителями Лаврентий со своими родителями едешь знакомиться я не понял с ее родителями сами всегда лайкаешь правда для меня 6 лямов это очень большая сумма гигантская просто хуярь творог с бананом слышим на дренчик ты даже не знаешь как пишется правильно амнадрен ебать что тебе колоть учебник русского языка лучше купи ты проебал всю школу сонька тихомиров обратись к тихомирову соньки он подскажет тебе что принимать метан ни того ни другого не делает соньки это точно сектор бан на барабане соньки Все в совокупности только титанин Все в совокупности Фарма, гормон, многоповторный тренинг Использование статической нагрузки В одиночку ничего не сработает Полноценно будет только все вместе Ебать, у меня сиськи как выглядят Прямо как будто у меня Как у этого Как у шредера из черепашек ниндзя костюм Не сиськи прям А две плиты Надоело Говорю красивый Я говорю Берю, сиськи смотрятся классно А ты мне все про вопросы Школьников какие-то Блять, иди ты Какой линдовер Я сиськи свои смотрю Есть, конечно, док Конечно, есть Блин, ребят, из-за ваших комментариев Не могу любоваться своими сиськами Пишите какую-то хуйню А тут я красивый Пиздю, пиздю Сектор бан на барабане Давай, пока Ух, как все-таки мне нравится Эта кнопка Она такая волшебная Нажимаешь здорово Нажимаешь, так ее и полетел Чувак, да? Неожиданно для себя Так Уиииии Блять, кажется, я лечу За шерстью Хрен не видно Но сиськи Видно Ой, давно, Рил Сейчас я уже пойду полежу Пойду полежу Никакой проблемы нет Стрижку пока не знаю Не, я сейчас полчасика сначала полежу А потом поем Я не знаю, где ты там хрен в оси поразглядывал Вот, я не в курсе Поговорите с моей ногой, ребят По принципу захотелось и забанил Люблю такой принцип Фу, блять, что фу Сука, мразь Фрэнк Да Фрэнку еще до моих ляшек Каш пью соки Ну что ты, каш пью Варикоз ебать Варикоз пиздец Что делать, не знаю Говорите с моей ногой Она будет отвечать вам А с чем надо делать-то что-то? Скажи, пожалуйста Носочек, носочек Могу не тянуть Могу вот так сделать А кого вырезать-то надо? Михаил, а я не видел, что ты написал Про ковер, кажется, блять Мы ждали уже А, привет, нога Привет, Саммер Фуд-фетиш, блять Сука, ну вы извращенцы Люблю вас за это Да, Эврика тоже массаж Нога тоже хочет массаж Барикозик, я твой наркозик Ладно, хорошо А, произволка Не, произволка будет другая Любопытный вопрос Почему в России бодибилдеры Сливают до дрищей? Может быть потому, что в России Бодибилдеры в межсезонье На пельменях наедают себе 150 килограмм И думают, что от того, что они 150 весят, это там все мышцы А потом, когда они садятся на диету Они понимают, что эти 150 килограмм вовсе не мышцы А в межсезонье надо было Хуярить вовсе не пельмени Ты не задумывался над этим Оп, подходик Оп, еще Раз, раз, блять Ну, да Подобрал Будем так говорить, да Несколько вариантов Подобрал Мне кажется, если вопрос был про откаты То он вообще тупой А кто у нас шарит? Ты много знаешь у нас, кто шарит? Я тебе могу по пальцам одной руки Посчитать Да, Михаил, пока не буду говорить Тех, кто шарит А остальные хуярят пельмени Потому что сами тупые овощи Не, а не напрягу Так я ж частями показываю Линдовер шарит В чем? В твороге А что, Вишневский должен до старости Весить 120 кг Ладно, сейчас пойдем Пожрем Не, про Валеру не знаю Федоров шарит Я знаю Федоров Я знаю, как Федоров знает Как надо знать Вот это я точно знаю По Балтимору По турниру Видел, как шарит Нереально вообще По философии Number one просто Титаниум Хорош меня тупыми вопросами Грузить Начинает раздражать Серьезно Ладно, ладно Сейчас пойдем Пожрем Пять минут Да, да С помощью головы Можно это С помощью головы Сушиться можно В этот раз Не очень получилось Во что именно? Ты так говоришь А вы верите в Бога? Скажите Вы верите в Бога? Ну и садись же ты Михаил Такое писать Не в перископе А? Аллилуйя Аллилуйя Переведите пастырю Сто рублей На карту Сбербанка Если вы верите В Бога Не спрашивайте Зачем пастырю Ваши деньги Просто Переведите Пастырю Ваши деньги Да Ладно Михаил Как же греется Телефон Леврон Будет В топ Пять Будет Я говорю Будет Леврон Ух он же Будет Эх Не надо Я шучу Ничего Не надо Просто Переведите Пастыря Да и все Я такая Няшка Ты тупой А блять Да что ж такое Это блять Не пасть Зачем Заходить Ко мне В трансляцию Блять И спрашивать Меня Где Васип Я не понимаю Почему я должен Знать Где Васип Он что Живет У меня Дома Он что Моя личная Шлюха Блин Че за бред Это не мое Менты Подбросили Ребят Не мое Все Пиздеж Сейчас Пожрем Ребят Че Как я там Я красавчик Скажите Скажите Честно Я секс Норм Еще норм Могли бы Чуть хорошего Сказать Норм Норм Это когда Еще колбаса Подкинется Шпрот Шпрот Че пишете Че пишете Спасибо 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 Заметно Мне Мне надо Чтобы Было видно Что форма Динамика Идет И что я Суше и жестче Становлюсь Большой Большой бодибилдер Или не очень большой На сцене Всем поебать Кто большой бодибилдер Блядь А кто не самый большой Бодибилдер Так А че там У того зеркала А толку Никакого Там то и дело Маленький Леприз Там еще как Да Натягивался Натягивал Блядь Без остановки Беграми Беграми Блядь Не только большой Беграми Еще и охуенный Ко всему прочему Вот в чем Разница Вот где Блядь Собака Топорылась Блин Михаил Ну перестань Ну что ты заладил Главное Сейчас я вам покажу Себя сзади Вы же любите Меня разглядывать Блядь Сейчас покажу Вам себя сзади Ну чур Никому не рассказываю Не знаю Что правда Вы там Рассмотрите Все таки Ой ебать Но я попробую Иду к зеркалу Сейчас буду Вам себя показывать Но видно Будет не очень Потому что Камера фронтальная Сейчас не пиздите Ладно Так Ну блядь Не пиздите Нет Скринить нельзя Ребят Не надо Это только вам Мне не надо Это нигде выгружать И твоя мамка И твоя мамка Если это было написано Про меня Что я пидорас Если это был залетный Ник не прочитал Сейчас попробую Сейчас попробую широчайшие Показать Но не уверен Что получится Потому что Видите Блядь Особо не раздвинешься Пляжки Смотрите Зад бедра Там уже должно Подсекаться Все Блядь Конечно видно Хуево очень Ребят Вам наверное видно Что зад бедра Уже у меня делится Я все добавил Лаврентий Сейчас широчайший Попробую Смотрите Там у меня уже Низ спины подсекается Ребят Не пишите Сам посмотрю Мне не видно Ну жира мало уже Ну смотрите Да не строчите же вы Блядь Подождите минуту Шавкон Сейчас в бан уйдешь Блядь Я думаю Хватит Ну вот Как то так Я надеюсь Ребят Никто не скринил Потому что Я Фирму Фирму Господи Форму свою Светить Нигде Не хочу Я ее Не выкладываю Это так Для вас Вы же Мои избранные Нео Вот я вам Все и показываю Спасибо Я удаляю Потом записи Ребят Ребят Не надо Если Ну блядь Иначе я просто Больше вам ничего Показывать не буду Просто серьезно И как бы Делаю только это Для того Чтобы вы посмотрели Здесь А получается Что в итоге Блядь Кто-то По говнистому Это потом Куда-то будет Сливать Я не хочу Просто потом Ничего не покажу И все Ну вроде Жестче Что реально Уже через трусы Видно Что на жопе Волокна Начинают Пролазить Да Просто я не знаю Как вы это Усмотрели Мне это Не видно Ну это Хорошо Это хорошо Значит Все делаю Как надо Арнольд Классик Первый старт Я уже говорил Ну Я человек Такой Я гоняю Постоянно Мне все равно Что-то не нравится Постоянно Нет Трусы не мялись У меня Нормальные Трусы Без лишней Скромности Скажу Спина Насчет спины Я не волнуюсь Спина У меня Не топ Три Спина У меня Топ Один Есть Другие Моменты Над Которыми Как бы Ну Хотя Я говорю Добавил Я везде Если вы видите Я добавил Везде Я добавил Зад бедра Я добавил Руки Я добавил Грудь Да я везде Добавил Я просто Надеюсь Я просто надеюсь Что На выходе На выходе Это все будет Гармонично Смотреться Я волнуюсь Только за то Чтобы просто Общий вид Общая форма Они Они Как бы Сказать Блять Впечатляли Просто Вот А то Что там Я увеличился Ну это Понятно Что я Увеличился Не скажу Вес Спасибо Нет Значительно Больше Тут Ты не прав Значительно Больше Планчер Про Ты что Меньше Давайте Не будем Выгадайку Играть Ребята Я же Вы знаете Все равно Не скажу Есть такие вещи Которые Сказали Не скажу Я и не буду Говорить Я могу Сказать Что сейчас Около 120 Больше Ничего Не скажу Плюс Минус 15 Килограмм Ну Минус Плюс Минус да нет и не пиздос лаврентий это вовсе даже не пиздос как оказывается в этом нет ничего сверхъестественного я думаю если бы я был 130 это было бы уже серьезно но я думаю что тем более не забывай пока жир уйдет весь пока в воду солью вес будет совсем другой но я не буду делать то есть это не это не моя тема делать ставку на вес там знаете аля выйти там на три килограмма лучше тяжелее блять но не даст лица я буду выходить блять настолько жестким блять и сухим насколько это только возможно неважно сколько я буду весить на сцене вес тое значение не имеет это же бодибилдинг но на питере это был предел того что я мог сделать на тот момент по форме это был просто предел предельный блять я реально еле на ногах стоял нет я соль убираю позже позже на питере я довел себя до такого истощения что если честно я думал я двину кони а вы меня там что видели что-ли ребят или вы в видосе в каком-то видели но если честно то так и есть просто мысль то но она на самом деле довольно таки простая ведь философии никакой знаете вот но то что вам пытаются показать с экрана фаля час объясню не твори вас и курой сейчас еще кура следующий прием будет семга следующий прием бы сейчас объясню игорь этом это парень парень он просто с телефона девушки своей сидит так вот расскажу на самом деле никакой секретной философии нету знаете но вот это вот все разговоры типа я хочу вам всем показать что это возможно блять что возможно накачаться возможно да возможно что можно поехать соревноваться с америка сами да возможно а чё невозможно то показать надо другое блять то что их выигрывать можно отчета этого показать ни один философ не может блять а все потому что все эти философы очень любят пожрать понимаете это вот блять это мои вот я лично так считаю понимаете а философия то блять заключается совсем в другом ребят я вам скажу сейчас такую вещь которая абсолютно очевидна но она не очевидна для а ясиновский рвал пиндосов но это были совсем другие времена так вот я скажу вам такую вещь которая очевидна но почему-то которую никто не хочет признавать и все хотят чтобы этого не было и чтобы результат был но так не получится слово рвать жопу которое говорил ронни коллман было далеко не в переносном смысле ребят понимаете когда он сказал что все хотят быть бодибилдерами но никто не хочет рвать жопу он говорил прямой текст они в переносном смысле рвать жопу во всех отношениях этого слова понимаете и не только жопу речь идет о том что на таком уровне твоя ставка в принципе это твое здоровье только опять же не в каких-то там смыслах ой мне сегодня что-то плохо но я потерплю твоя ставка это твое здоровье которое у тебя в старости вообще не будет вот и все и ты либо эту ставку делаешь и принимаешь и идешь играешь либо ты не делаешь эту ставку но тогда не надо рассчитывать на то что ты сможешь конкурировать с теми блять кто эту ставку сделал а они там эту ставку делают ребят вот в чем штука вся вот и весь секрет шавку на том и речь что 99 и 9 процентов это не нужно и поэтому они остаются блять на уровне любительского бодибилдинга а разница между любительским и профессиональным бодибилдингом это пропасть это дозировки это уровень нагрузок так смысл себя убивать ну блин ну пацаны блять ну вот как но смысл того что вы работаете на работе а смысл того что автогонщики одни автогонщики гоняют блять на ралли каком-нибудь дворовом или на этом на стритрейсинге на 400 метров а другие участвуют в формуле один и когда человек садится за руль формулы 1 вот вы сейчас вникните просто в сути вы все поймете человек который садится за руль формулы 1 знает что 50 процентов блять того что он доедет до финиша их только 50 есть еще блять процент что он не доедет и есть еще хотя бы один процент того что он погибнет в этой гонке потому что он едет на скорости выше трехсот километров и с ним вместе едет еще целая когорта людей на такой же скорости и когда они едут на этой скорости они понимают что если что-то случится то им пиздец прямом и в переносном смысле они либо инвалидами останутся либо убьются но это формула 1 это блять сильнейший уровень автогонок в мире понимаете о чем я говорю да я ее уже сделал и назад я не пойду я только вперед дальше пойду как вы блять не поймете я вам про это и говорю пацаны ты либо делаешь ставку либо не делаешь нужно быть готовым нужно понимать блять какую ставку делаешь откуда ты знаешь что у него все нормально со здоровьем что-то вы не догоняете реально вообще не догоняете бля вот просто я испытываю реально печальку когда понимаешь что вы не догоняете сути я еще раз говорю есть несколько процентов того формуле 1 что ты до финиша не доедешь есть блять такие же несколько процентов того что бодибилдинг сделает тебя инвалидом есть проценты того что не сделает но ты ставку то сука должен делать потому что если ты не примешь эту ставку то этот путь не пройдешь потому что другие эту ставку делают блять так понятно да потому что ронни восьмикратно мистер олимпия потому что ронни тот человек который сделал не только блять ставку со своим здоровьем а который блять ставкой свою жизнь сделал потому что ронни коллман прекрасно понимал что работая с такими весами он себя угробит он понимал это ребята приседать на каждой тренировке 300 с лишним килограмм это инвалидность заведомая и жать тонну на то есть причина и неужели вы не понимаете что человек который делает это блять на таком уровне осознает я вам больше скажу если бы на роне коллмана на его месте был бы другой человек другой человек бы сдох просто сдох такие нагрузки бы не выдержал другой человек а все хотят блять малыми сука потерями и чтоб жизнь веселая была и чтоб здоровье было заебись и чтоб кругом мышцы у тебя наросли и чтоб контрактами тебя завалили и чтоб куча денег у тебя было и чтоб все было заебись так не бывает ну лаврентий как ты понимаешь блять до сих пор такого нет его нет ну таких спортсменов нет уж извините хотите блять хотите чтоб вас блять называли легендой блять гарантий того что так вас называть будут нет ну ставка блять будет высокая это точно а хотите сидеть на жопе ровно пожалуйста можно и на жопе ровно сидеть ведь это такое это выбор каждого никто же не заставляет так любой спорт так любой спорт профессиональный вряд ли это знаете я вот смотрю сейчас на наших бодибилдеров ну на многих наших бодибилдеров не наших российских не топового уровня не топового я подчеркиваю и у каждого короче сейчас есть свой видеоблог и ездят блять видосы снимают короче снимают и снимают прям блок за блоком как это накачать как то накачать как пятое накачать как десятое накачать а знаете по факту по факту проблема в том что блять Проблема в том, что никто из них, блядь Словом, спортсмен даже не называется Они не живут ни как спортсмены Да при чем тут скоромный? Я же сказал, бодибилдеры, блядь, российские не топового уровня Скоромный, блядь Скоромный, ну что, популярный парень, блядь Заебись у него все Нормально живет Но По факту они не живут как спортсмены Спортсменами не являются Но в своих, блядь, псевдо нахуй блогах Они культивируют, блядь, такую поебень Все что-то, блядь, с таким серьезным лицом рассказывают Я почему не люблю смотреть Наш ютуб, блядь Причем, блядь, настолько Да пожалуйста Потому что настолько, блядь, он Блядь, сука, сухой Никакущий просто, блядь Не научить ничему не могут Не рассказать ничего не могут Все делается исключительно для того, чтобы Хоть какая-нибудь компашка, блядь Заслала тебе ссаных, блядь, 15 тысяч рублей Бегают потом, начинают Этот Гроуфуд рекламирует, блядь Тот Фармаком рекламирует Тот, блядь, еще какую-нибудь поебень рекламирует Просто, чтобы хотя бы свой сраный блог, блядь Вести, чтобы хоть 15 тысяч получать Это хуйня Ничего сами не добились, блядь Ничего сделать не могут Контент говно Харизма ноль, блядь Интересности контента ноль Да, пожалуйста Ну вот В этом и отличие Американцы умудряются Американцы умудряются параллельно И блоги вести, блядь И выступать еще Понимаете? Нету профессионализма Профессионализма Нету У нас липтый блогер, липтый спортсмен Я даже не знаю, кто такой Пасько Но я не силен в русском ютубе Поэтому Уж Не это Не серчайте Ну, про гудного Скучные ролики стали, блядь Просто скучные Он уже снимает ради того, чтобы снимать Тем более, да Он уже в кроссфит ударился Я уже не могу отнести его К блогерам Этим Бодибилдинга Линдовер никакого отношения К про не имеет Вообще никакого отношения Хоть расскажи, кто такой Пасько Я хоть знать буду А что ты показываешь? У меня куриная грудка Тут показывать нечего Да, мне, кстати, канал Спортфаза нравится Дженерейшн Бодибилдинг нравится Переводные видео Снимают переводные видео Переводят Такая, опять же Контент-то американский Видите, в чем дело Ну да А, димой чай Ну я как-то, да Вот прожевываю А потом чаек Такая, опять же Да, мне нравится тоже Мне нравится Не, мне нравится и Луценко И Мокшин То, что они переводят И хорошо переводят И как бы интересно переводят Ребят, я с Мокшином не знаком Поэтому как бы Я не очень понимаю Как можно снять что-то С людьми Которых я даже не знаю Я, кстати, что хотел еще сказать Я, вы видите Я как этот Я же андеграунд По большому счету Я андеграунд Со мной не любит Никто Снимать видосы И я не люблю Ни с кем снимать видосы На то есть несколько причин Почему люди не снимают Со мной видео Мне не нравится Контент Семенихина Вообще Но И почему я не снимаю Ни с кем видео Почему я ни с кем Не снимаю видео Я вам скажу Мутите, пацаны Мутите Я не против Предлагайте свои идеи Если будет что-то толковое Я реализую Так вот Да нет Кроме этого, естественно Другая причина Я ее вам озвучивал Я не вижу, блять Никого С кем бы мне было интересно Вот с Ваней Водяновым Мне было приятно Пообщаться И ну как-то Вот так было Довольно вальяжно Я добро даю, пожалуйста Вот А Все то, что есть у нас На ютуб пространстве Все эти Пафосные Бодибилдеры И блогеры наши Блять Я не хочу с ними сниматься Не хочу с ним сниматься Не нравится Не знаю Я ничего интеллекту не замерял Просто не хочу Мне не нравится Меня не любят очень многие За спиной дохуя у меня говорят Зачем? Пережрал Ну вот я знаю Да не за правду не любят, Роман За популярность не любят Югай Скучно Ну, Рил, о том и речь Я же говорю О том и речь Да пожалуйста Если есть кто в Питере Кто желает встретиться Посидеть Попиздеть Назначайте день Подъезжайте в Алексеева Что? Я там почти каждый день Я скажу во сколько я буду Да приезжайте Там столовка есть Ко даму нормально отношусь Нормальный мужик Ну а почему не серьезно Ты что? Я что против что-нибудь? Ребят, ну организуйтесь сами Организуйтесь Я говорю Если вот здесь Сейчас у вас Питерский есть Или кто чего Ну считайте Весь август Я еще буду Более-менее адекватный То есть я Без проблем с вами встречусь И пообщаюсь И послушаю Что вы хотите Предложить Придумать Там и так далее Это не проблема Просто вам придется Подъехать ко мне В Алексеево Потому что ни в какое Нейтральное место Я не поеду Я исключительно Из дома до Алексеева Езжу и все Вот так Ну Организуйте Конфу У себя Вконтакте Добавьте меня В эту Конфу И все дела Договоримся Только рад Познакомиться Буду Что-то я сбился Со счета Сколько я риса съел В пакетике Посчитать Хорошо Хорошо Знаете Какая у меня Была мысль Ну Она довольно Сложно Реализуема Конечно Но мысль Такая была Как моя нервная система С переменным успехом То получше То похуже Здорово Короче Мысль у меня была такая Я думал Договориться с нашим Оператором И делать вам На YouTube Канале Видеоотчеты Например Три раза в неделю Видеоотчеты О том Как проходит Подготовка Вот Без всяких Громких Там этих Блядь Сякой громкой Хуйни Но То есть Заснимать Какую-то часть Тренировочного Процесса Вот Заснимать Соответственно Какие-то мысли Короче Вот И три раза в неделю Выкладывать Одно Потом второе Потом третье И вести их Там День такой-то День такой-то День такой-то И выкладывать Это на YouTube Канал Ну вот Это было бы Это было бы В принципе Наверное Интересно Но тут Проблема Конечно Есть Большая Что Три раза в неделю Оператора Нужно выдергивать Снимать Это все Вот И Как бы А я на тренировке Сейчас вообще Не разговариваю Я только тренируюсь Плюс Ему еще Это все Монтировать Надо Ему еще Надо за каждый Видос Бабло платить Ну это так Основательно Выйдет мне В копеечку Все это дело Не знаю Я думаю Над этим еще Я не знаю Что такое Подполье И поэтому Не знаю Как его делать Вот Посмотрим Не знаю Пока не знаю Что Не Не получится Сам точно Ничего Снимать Не буду Я тоже Думаю Что все Таки Блядь Я не знаю Я что-то Сейчас Настолько На себе Сосредоточен Поэтому Блин Реально Братва Вы можете Приходить Сами Что-то Там Снимать Что Хотите Делать Блядь Но я Боюсь Что Сам Я Вряд ли Буду Что-то Делать Нет Да Я В общем-то Вижу Что У вас 50 Стабильных Человек На самом деле Это Довольно Большое Количество Энтузиастов Я хочу Сказать 50 Человек Которые Днем И ночью Блядь Выходят Что-то Послушать И узнать Как у меня Дела Это Это Немало Ну у меня На ютуб канале То со Смотребельностью Проблем Нету Блядь Мои видосы Блядь Большое Количество Просмотров Набирают Ладно Ребят Короче Давайте Там Пойду Я Наверное Что-то Устал Я Надо Помыться Блядь Еще Сходить Уколы Еще Надо Придумать Куда Ставить Еще Хуй знает Куда Их Ставить Все Блядь Опухшие Отекшие Вот Давайте До Завтра Наверное Пока Продолжение следует